Всем привет, друзья! Вы на канале Мария Баянцева и с вами Маша. Сегодня я вам хочу показать мою галиею со моими рисунками. Когда мне было 8, 7, 6 лет. В общем, сегодня я вам покажу мою галиею с моими рисунками, с моими картинами. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, друзья. И да, это видео будет очень творческое, так что всем творческим людям, думаю, оно понравится. Прежде всего, хочу поблагодарить вас, мои дорогие подписчики, за вашу подписку. Дело в том, что на моем канале уже 27 подписчиков, друзья. Это ведь так круто. Так что спасибо вам большое. Я очень довольна. И сегодня в честь этого я снимаю новое видео, друзья. Вот так. Ну что, мы начинаем. Да, конечно, галиея с моими картинами у меня очень большая. Она, можно сказать, разделена на две половины. Первая половина с моими картинами и, наконец, вторая половина с моими картинами. Можно сказать, моя галия разделена на два ряда. И это на самом деле очень удобно, так как если бы я не сделала два ряда с моими картинами, то мои картины заполнили бы всю мою комнату. Так что два ряда с картинами – это реально очень удобно. Честно говоря, я не могу сказать, сколько у меня здесь всего картин, так как я не считала, но достаточно их тут очень много. И начнем с первой картины и не будем медлить. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что в мою галие украшают две красивые куколки Лол, так как я очень люблю кукол Лол. Кстати говоря, если вы не видели обзор на одну из моих любимых кукол, это кукла Лол Супрайз ОМГ по имени Свек. Вот так вот, так что обязательно посмотрите обзор. Ну и первая картина в моей галие – это вот такая морская, я бы сказала, картина, на которой изображена подводная лодка. Вы знаете, что существуют лодки, по которым человек может передвигаться по воде. Но это лодка, которая прям погружается под воду. То есть она прям плавает в этой воде, а не на ее поверхности. И это очень крутая идея. И мне это настолько нравится, что я решила изобразить подводную лодку на своей картине. Только посмотрите, как круто получилось. Я изобразила на самом деле воду, в которой плывет ярко-желтая подводная лодка. Она вот таким вот образом выглядит. Она желтая с этими окошками. И вверху также есть салатовый люк, который украшает вот такая красная, красная обрава. Вот так вот. Единственный минус того, что вот здесь, как вы видите, штурвал. Вот он, видите. А за штурвалом-то никого нет. Да, это я, конечно, немного не продумала. Но ничего, так-то подводная лодка получилась очень даже прикольной. И также эту подводную лодку украшают подводные жители. Первое, хочу обратить внимание на ярко-красного осьминога. Потом на синего карасика. И на множество розовеньких рыбок. Конечно же, куда же обойтись без медуз, которые тоже украшают и дополняют эту картину. В этом с медузами находится рыба-клоун, которая мне очень нравится. Рыба-клоун это очень необычная рыба. Не потому, что она смешная, а потому, что она оранжевая, с белыми полосками, которые украшает черная обрава. Вот так вот это выглядит. Конечно, я не знаю, при чем тут название рыба-клоун. Ничего такого клоунского в этой рыбе нет. Но, видимо, это такая задумка. И также я нарисовала еще вот такие-то и рыбки. Вот такие вот желтенькую, коралловую. И, наконец, пурпурно-розовую, которая находится рядом с рыбой-клоуном. А еще куда же обойтись без морской звезды, которую я тоже изобразила. Вот так вот. Естественно, помимо морской звезды, украшают еще камушки, которые я тоже изобразила. Вот, как вы видите. И вот, кстати, говорят, на одном из этих камушков и изображена морская звезда. Еще я изобразила этакие морские водоросли и кораллы. Вот такие вот кораллы. Розовенькие, потому что я очень люблю розовый цвет. Хотя кто же этот цвет не любит? Это же девочки. И они всегда любят розовый цвет. Итак, первая картина. Вот так. Кстати говоря, друзья, на этой картине я также написала надпись «Подводная лодка». Вот так. Эту картину я рисовала достаточно давно, когда мне было где-то 8 или 7 лет, а может быть даже 6 лет. Ну, где-то между этими тремя вариантами возраста. Следующая картина про чемпионат. Про футбол. Давай, давай, пасуй, пасуй. Еее! Наша сборная выиграла! Уху! Для фанатов футбола эта картина «Что-то». На второй картине я изобразила чемпионат мира. Изобразила футбольную этакую игру. Я изобразила футбольное поле также с двумя воротами, которые должны окружать вратаи. Вот эти два ворота. Первое ворота с мячом и второе ворота. И посреди этого футбольного поля сражаются два игрока. Первый игрок – капитан красной команды. И второй игрок – это капитан синей команды. Как мы знаем, в футболе используется красная и синяя команды. Хотя, возможно, не только красная и синяя, но в основном, по-моему, красная и синяя. Остальные игроки красной и голубой команды, они на другой стороне поля. И два главных капитана сейчас сражаются. И красный капитан делает пенальти. Он пинает в мяч и забивает в ворота. Хотя на воротах никого нет. М-м-м, печалька. И сзади этого футбольного поля также имеются болельщики, которые сидят на лавочках, которые я нарисовала. Очень, мне кажется, круто получилась картина. И я считаю, что на пятерочку. И да, поставьте и вы оценку этой картине. Напишите в комментах. Вот такая вторая картина. Следующая картина опять про... Опять можно сказать что-то наподобие подводной лодки. Итак, следующая картина. Это картина, на которой я изобразила эдакий самолет. И да, он тоже желтый, как и подводная лодка. Вот такой вот классный желтый самолетик. Он вот так вот выглядит. И рядом с этим самолетиком также летают черные птички, которые улетают в северные края. И также помимо этих птичек черненьких, я еще нарисовала уточек, которые тоже летят, друзья. Вот так вот выглядит самолет. Он мне очень нравится. Вот из самолета я нарисовала вот эту вот кабинку. Я нарисовала байлочек в виде елочки. Изобразила также пульт управления. Кнопочки всякие мигающие. И также я изобразила два сидения, на которых должны сидеть управляющие. Но управляющего я опять же не нарисовала. Почему-то я забыла нарисовать управляющего, который управляет этим самолетом. Но ничего, хотя бы две нарисовать не забыла. Ну, хоть что-то. А еще, кстати, я нарисовала фары. И второе окошко. Хотя, может быть, второе окно и не обязательно было нарисовать. И еще я сделала ножки, которые приземляются на посадочную полосу. Вот так вот. Кстати, как вам уточки, которые я нарисовала? Думаю, уточки очень милые получились. И они классно смотрятся с этим самолетом. Красненький. Итак, первая картина. Точнее, это была третья картина. Переходим к следующей картине. К четвертой картине. Ребята, а вы любите ходить в поход? Напишите в комментариях. Судя по всему, вы уже догадались, к чему я задала этот вопрос. Так, следующая картина посвящена именно походу. И следующая картина необычная. Картина под номером 4. На четвертой картине я изобразила себя взрослой. Вы знаете, такое чувство, когда ребенку очень хочется стать взрослым. И вот я решила изобразить себя взрослую, которая пошла в поход. Вот так вот я изобразила себя взрослую с кудряшками. Честно говоря, мне немного передалось передать цвет моих волос. Хотя немножечко не похоже, но все равно круто. Я закрутила, как вы видите, сзади себе кудряшки. Накрасила губки. Красавица. И сделала розовые тени, которые издалека не очень хорошо видно. Но если присмотреться, то будут видны как раз таки эти розовые тени. А еще я надела оранжевый жилет и синенькие ботинки. Точнее, синие штаны я надела. А ботинки я надела коричневые. Вернее, это коричневые сапоги, которые хорошо завершают этот образ. Но я собралась в поход не одна. Я собралась в поход с зайчиками. Да, ребята, рядом со мной сидят милые зайчики, которые рядом со мной жают зефирки. Чего, естественно, лучше нету, чем сидеть в лесу, на дикой природе. Рядом с милыми зайчиками, на теплом боевне, и жают зефирки. На теплом косты. Мечта каждого человека. Вот так вот это все выглядит. Да, конечно, картина получилась классная. И мне самой по себе очень нравится. Кстати, как вы? Кстати говоря, ребят, напишите в комментариях, как похоже я изобразила себя взрослую. Напишите мне в комментах. Кстати, эта картина одна из моих самых любимых, так как она очень круто получилась. Да и зайчики тоже очень здорово вышли у меня. Ну что, следующая картина посвящена мультику Амням. Следующая картина под номером 5 посвящена мультику Амняму. Дело в том, что это я срисовывала картинку в интернете с героем из мультфильма Амням. Все знают этого милого Амняма, героя зеленого человечка, инопланетянина, который очень любит леденцы. Кстати, кто любит леденцы? Напишите в комментах. Я обожаю леденцы, но я леденцы давно не пробовала. Итак, вот так вот выглядит эта картина. Как вы знаете, у Амняма появилась в мультике... Да что ж такое? Как вы знаете, у Амняма в мультике появилась милая подружка по имени Амняша-красотка. И я ее как раз таки и нарисовала, и она только что приготовила вкусный пирог, который уже достают из печи. Ммм, вкуснятина! Блин, пирогов захотелось, ребят, а вы любите пироги? Если да, ставьте лайки или пишите в комментах. Вот так выглядит Амняшка, очень похоже получилась. И да, пишите в комментах, похоже ли получилась у меня Амняшка. Вот так вот она выглядит. Очень здорово сочетаются цвета, и я хорошо подобрала яркие краски. Эта картина тоже считается одной из моих самых любимых картин. Следующая картина опять про Амняма. На следующей картине уже изображена не подружка Амняма, а сам Амням. И он что-то усердно рисует. Наверное, какую-то картину. Ух ты, кстати, Амням мой тезка. Он тоже любит рисовать. Это круто. Вот так рисует Амнямчик. И да, как вы думаете, какую картину изобразил Амням? Напишите в комментах. Вот так вот. Сзади Амняма красуется очень яркий фон. Фон, в котором используются бежевые, желтые и оранжевые цвета. Сочетание цветов опять же превосходно. По крайней мере, я так считаю. И Амням тоже получился похожим. Кстати, если вы не знаете, что он рисует, то подведение тому это вот эта вот кисточка, которую я изобразила только половину этой кисточки. Ну и следующая картина тоже посвящена Амняму. На следующей картине изображен опять-таки Амням, который нашел морковку. Представляете? Этот Амнямчик нашел ящик со вкусненькой морковкой. Кстати говоря, кто любит морковку, пишите в комментах. И да, вы знали, что морковка очень полезна для зрения. Она помогает человеку лучше видеть. Так что обязательно ешьте морковку, если хотите, чтобы у вас было замечательное зрение. Это правда. Вот так. И этот Амнямчик у нас нашел морковку не в простом месте, а в пещере. В пещере с розовыми камнями, которые, скорее всего, должны светиться. Но их светение мы не увидим. Вот так вот и выглядит картина. Кстати, если вы не заметили, то заметьте, что в уголке картины красуется черненькая паутинка, которая все-таки подходит для тематики Хэллоуин. И да, ребята, напишите в комментах, Хэллоуин уже был или нет. Просто я не знаю. Если был Хэллоуин, то жалко, потому что Хэллоуин, мне кажется, прикольный праздник. И, ребята, свершилось. Мы с вами уже закончили обзор на первый ряд с моими картинами. И мы переходим ко второму ряду. Ура! Отправляемся в путешествие. И вот так выглядит второй ряд с моими картинами. Этот второй ряд уже ничего не украшает, как первый ряд, который украшали куколки Лол. Но ничего страшного. Итак, друзья, первая картина в первом ряде. Это картина, на которой изображена вот такая очаровательная девочка. Это девочка из мультика Ральф. Вот такая девчуля. Ее зовут Винни Лопа. Она из мультика Ральф. Ральф – это очень добрый, но в то же время как бы злой персонаж, который из видеоигры. Ральф играет свою роль злого персонажа, который способен своими руками все крушить и ломать. Но на самом деле в мультике ему надоело все рушить. Он хочет стать добрым. Вот так вот. И в мультике он также хочет заполучить медаль, чтобы стать добрым. Однако ему никто не верил, что он найдет медаль. Так как злым злодеям не достаются медали. Но он все-таки достал медаль. Но однако он встретил одну милую девочку по имени Винни Лопа, которая мечта ее была очень похожа на мечту Ральфа. Вот Ральф мечтал стать добрым. Он не хотел уже все крушить и ломать. Хотя крушить и ломать – это была одна из его способностей. Вот Винни Лопа хотел участвовать в гонках, друзья. Ральф ей в этом помог. Но все-таки он нам в конце мультика сказал, «Я не буду хорошим, но это неплохо. И мне не надо другой судьбы». Вот так вот это все было. Нужно просто быть самим собой. Я изобразила девочку по имени Винни Лопа. Винни Лопа фон Кекс. У которой же все-таки сбылась мечта участвовать в их гонках. И это очень круто, когда твоя мечта сбывается. Ты чувствуешь удовлетворение того, что твоя мечта сбылась, и настоящую радость. Вот так выглядит Винни Лопа. Я ее срисовывала с картинки в интернете. Но я не прикладывала листок к картинке, которая была в интернете, а просто сама срисовала эту картину. Получилось очень похоже, на мой взгляд. Если вам тоже нравится, лайк. Следующая картина – это картина с противоположными силами. Картина, на которой изображены две сестры – ангел и демон, друзья. Ребята, дело в том, что я изобразила двух сестер. Сестер в противоположности. Это сестернки-близняшки, у которых есть противоположности. Первая – сестеречка – ангел. Вторая – сестеречка – демон. И обратите внимание, что у них одинаковые прически, и у них тоже есть цветные террессы. Этим-то они и похожи. И они обе носят шорты. И оба носят укороченные топы, только с разными рисунками. А еще они оба носят кеды. Однако только девочка-ангел не носит колготы, как ее противоположность. А носит вот такие вот гольфики. Итак, ребят, прежде всего я вам хочу рассказать историю появления этих двух сестеречек. Идея в том, что меня осенила идея насчет противоположностей. И я придумала такую историю про любовь. Девушка-ангел полюбила демона, а демон полюбил девочку-ангела. И я, девочка-ангела, родила вот таких вот двух сестер. Девочек в полной противоположности. Итак. И да, друзья, как вы догадались, первую девочку по имени девочка-ангел звали Лили. Лили очень нежная и добрая. У нее ярко-красивые голубые глаза и милые розовые губки. А брови у нее коричневые. Волосы у нее светлые с голубыми террессами. И вверху на ее голове красуется желтый нимб. И неудивительно, что я нарисовала этот нимб. Так как у ангелов, естественно, должен быть вот такой светлый нимб. И да, ребята, обратите внимание на то, что волосы у этой милой девочки-ангела, они у нее короткие. То есть они у нее не длинные, а именно короткие. Такой была моя задумка. Мне кажется, смотрится очень стильно. И прикольно подходит под этот образ. Ну и давайте рассмотрим одежду. Одета куколка наша с вами. Девочка-ангелочек в голубой топик, на котором изображено белое сердечко. Смотрится очень мило. А сзади спины красуются белые крылья. Очень круто смотрится. А после топа идут синие шорты. Смотрится тоже классно. Единственное, только не прорисованы кармашки. Ну да ладно. Затем дальше одеты такие красивые гольфы. Голубые и белые. Вот так. А после гольфов идут красивые голубые кеды. И шнуровку я не прорисовала, потому что мне кажется, что шнуровка у этой красавицы лишняя. Ну и рассмотрим сестричку противоположность. Следующая сестричка. У нее уже темные волосы. Не светлые, как у девочки-ангела, а именно темные. Но у нее тоже есть цветные терресы, как у девочки-ангела. Только они уже не голубые, а ярко-красные. И знаете, мне почему-то вот этого девчуля больше нравится, чем девочка-ангел. Как-то она стильнее, что ли, получилась. Волосы, кстати говоря, точно такие же короткие. А на голове у нее ярко-красные рога, как у демона-пайама. Вот так это выглядит все. Это, можно сказать, такой небольшой обруч с такими красными рогами. Вот так. И, естественно, у этой девчули тоже есть помада. Только у нее губки уже не нежно-розовые, как у девочки-ангела, а ярко-красные. И глаза у нее не голубые, как у ангела, а ярко-зеленые. И этот глаз окружает ярко-красная звездочка. Мне кажется, это тоже очень круто смотрится. На шее у нее одет вот такой классный чокер. Он сейвистый, с белым камушком. И да, на руке у нее точно такой же чокер. Ведь это не чокер, а браслет. Ну, точно такой же, как и ее, вот такой убор на ее шее. Эти два браслета на двух руках. Очень классно смотрится. Одета наша с вами девочка-демон вот в такой красный топик. На нем изображен вот такой вот скелетик, мордочка скелета. И также одеты еще вот такие коричневые шорты. И на них, опять же, не прорисованы кармашки. Кстати говоря, шорты очень похожи, что у девочки-ангела, что у девочки-демона. Ну, неудивительно, ведь эти девочки-сестры. И они похожи. А после коричневых шортов на ней одеты вот такие классные колготки. Они сейвистые, с вот такими ромбиками, которые я нарисовала, как могла. Ну, а последний ее аксессуар, это ее обувь. Ярко-красные кеды. У девочки-ангела они голубые. А у девочки-демона они красные. Смотрится очень классно. И у девочки-демон также существует такой ярко-красный скейт. И противоположности в том, что девочка-ангел нежная и очень стеснительная. А девочка-демон, она веселая и на самом деле пацанка. Этими различаются две девчули. Нежная и пацанка. Естественно, разница между ними очень большая. Вверху я написала ангел и демон. Вот так это все выглядит. Получился рисунок очень классным. И это одна из любимых моих картин. Следующий рисунок. Я изобразила собачку, которая порода Чихуахуа. Собачку по имени Пабби. Этого песика я изобразила из фильма «Крошка из Беверли Хиллз». Фильм рассказывается про белую собачку. Собачку Чихуахуа. В которую влюблен тоже собака Чихуахуа. Собака по имени Пабби. Пес садовника. Он мечтает завоевать ее сердце. Но Хлоя пропадает. Ее крадут. И он ее ищет. Позже Хлоя встречается с псом. С немецкой овчаркой по имени Дель Гадо. Вот так это все выглядит. И я решила изобразить именно Пабби. Так как он какой-то самый прикольный герой из этого фильма. Итак, кто смотрит этот фильм? Напишите в комментах. Я его срисовала, не прикладывала рисунок к картинке, а именно срисовала. Вот так это все выглядит. Я пыталась передать реалистичность настоящей собаке. И получилось очень похоже. Вот такие у Пабби большие ушки и классные глазки. Боже, он такой миленький. Очень классно смотрится. И естественно, я не забыла нарисовать. Ошейник. Крошка из Баверли Хиллс. И да, очень классный фильм. Я вам рекомендую его посмотреть. Следующая картина. Это с зайчишкой Джуди Хоббс. Зайчишкой из мультика Зверополис. Кто ж не смотрел этот мультик? Зверополис большой город. Город, в котором живут множество видов зверей, которые работают. И я решила изобразить главную героиню этого мультика. Зайчишку по имени Джуди Хоббс. Джуди, маленькая зайчишка-крольчишка, еще с детства мечтала стать полицейским. Но ей не веяли. Говорили ей то, что кроликам не дано работать в полиции. Но Джуди Хоббс не сдавалась. Она училась на полицейского и в конце концов добилась своего. Все-таки капитан Буйволсон, ее начальник, дает ей возможность найти пропавших без вести. В последнее время в Зверополисе стали пропадать звери. И капитан Буйволсон дает задание Джуди Хоббс найти этих пропавших без вести. Всех до одного. Вот так вот. Для Джуди это очень непростая задача, но она старается. И в мультике ей помогает ее помощник, лис по имени Ник Уайлд, который же послужил ей хорошим другом. На самом деле он очень хитрый, но тем не менее очень добрый. Вот так. И как вы поняли, я изобразила двух персонажей. Джуди Хоббс и Ника Уайлда. Начнем мы с Джуди, так как она главнейший персонаж в этом мультике. Джуди получилась достаточно похожей. У нее красивые фиолетовые глаза, а вверху черные бревки и такие длинненькие ушки. Они вверху черные, как вы видите. И у нее очень милая мордочка. Она получилась прикольная, но слегка не похожей. И естественно на ней одета ее полицейская форма. Смотрится очень здорово. Я еще нарисовала на поясе ее черным рацию, которую к сожалению не видно. Но зато видно ее полицейский значок, который у Джуди Хоббс очень идет за счет того, что она полицейский. Ну и куда же в полицейской форме обойтись без черных перчаток. Кстати, очень похоже на перчатки, как у секретных агентов. Согласитесь, друзья, очень похоже. Джуди Хоббс. Естественно, я еще вот здесь в уголочке, в верхнем, подписала ее имя. Джуди Хоббс. Дальше рассмотрим Мика Уайлда сразу же. Хотя он идет перед последней картиной в моей галереи второго ада. Мик получился гораздо ярче, чем Джуди Хоббс, так как у него поярче цвета. Естественно, оранжевый яркий цвет, и намного ярче серого цвета, как у Джуди Хоббс. Итак, у Ника Уайлда ярко-зеленые глаза, крутая мордочка и синенький носик. Почему синенький? Потому что мне так захотелось. А вверху у него большие ярко-черные брови. И вот эта вот часть его лица, она затемнена, так как она упала в уголок. Как вы видите, на вторую часть его лица упала тень, и я пыталась придать реалистичность. Затемненную часть сделала. Вот так. И вверху, как и у Джуди Хоббс, у него тоже слегка зачернены ушки, но это только вверху. Ну а одет наш Ника Уайлд в красивую одежду. У него вот такой красивый синий галстук с розовыми полосками. Я, правда, не в курсе, почему именно с розовыми, но сочетается очень красиво. А одета на нем вот такая салатовая рубашка с нарисованными листочками, с цветочками. Короче, очень круто смотрится. Ник Уайлд, естественно, я его тоже подписала. И смотрится круто. И да, пишите в комментах, кто вам больше понравился. Джуди Хоббс или Ник Уайлд. Мне больше нравится Ник, потому что он гораздо ярче. Следующий рисунок, переходим к следующей картине. Ребята, а можно вам задать вопрос? А вы видите в русалок? Загадочных девушек с хвостами, как у рыбы. Сиены. Они заманивают рыбаков своей красотой и своим сказочным пением. А потом берут и съедают их. Страшно. Но это только начало. Я люблю русалок. Они, мне кажется, самые классные. И эти русалки по-другому называются сиены. Сиены – это такие сказочные девушки, у которых рыбьи хвосты. Они заманивают маяков своей красотой. Но особенно они их заманивают своим сказочным пением. У сиен просто невероятное пение. И да, если вы хотите поближе ознакомиться со сиенами, то вам нужно смотреть фильм «Капитан Джек Воробей и пираты Каипского Моя». Есть те, в которые сиена заманивает маяков и Джека Воробья в том числе. Хотя Джек Воробей там не был. Там были его знакомые, которые были приманкой для сиен. А еще сиен, кстати говоря, очень привлекает свет. Вот так это все выглядит. Я изобразила русалку сиену, которая блондинка. Давайте ее рассмотрим. Итак, моя сиенушка сидит на камне, который полон водорослей. Этим с этим камнем еще есть камень, большущий, у которого тоже водоросли. И еще один камень тоже с водорослями. А еще под водорослями имеются еще мелкие-мелкие камушки. И камушки среднего размера, которые каичневого цвета. У сиены красивые белые волосы. Как вы догадались, она блондинка. И под губой у нее имеется родинка. Красивые голубые глаза, черные розовые тени и немного подкрашенные черные ясницы. А вверху красивые коричневые брови. И красивые красные губки, и красивый красный румянец. Волосы у нее кудряшки. Хотя издалека их не заметно, то, что я нарисовал кудри. Но присмотритесь и вы увидите. Вот так они выглядят. На голове у нее красуется красивая голубая диадема. Со фиолетовым камушком. Смотрится круто, и мне сама нравится. И также у нее вот такой красивый хвост. Но до него мы дойдем чуть-чуть позже. И здесь также имеется красивый голубой топик. Который не совсем голубой, а бирюзовый. Но на камере не передается этот бирюзовый цвет. А на камере виден голубой. Но ничего страшного. Ну и рассмотрим хвост русалки. Хвост русалки в основном голубой, но очень красивый. Я хотела передать, можно сказать, такие звезды сверкающие. Здесь имеется красивый фиолетовый камень. Вот такие жемчужные бусины, можно сказать. Много красивых камушков и вот таких завитушек. А еще вот такое серебряное украшение. И эти украшения полностью обвесили весь хвост русалки. Смотрится красиво и фантастически. Я написала также вот здесь в таком облачке русалка по имени Шарлин. Вот русалка по имени Шарлин. Вот так зовут эту русалку по имени Шарлин. И под ее хвостом также имеются две рыбки. Одна рыбка оранжевая, а вторая красная. Ну и третья рыбка фиолетовая. Кто любит фиолетовый цвет, пишите в коммент. Ну и еще вот здесь я нарисовала красивое ярко-оранжевое солнце, которое окружили черные птицы. Они получились через чер большие. И последнее, что я нарисовала на этой картине, это облака. И вот такая большущая скала, под которой как раз таки и прячется наша Сиена. И так и ждет, так и ждет, заманить какого-то маяка. И если не будете любить эту Сиену, то она пойдет к вам ночью и заманит вас. Шутка, друзья. Ребята, а вы знаете мультик «Три кота»? Я обожаю этот мультик. Следующий рисунок – это мультяшный персонаж котик по имени Компот. Вот так вот. Мультик «Три кота» – это детский мультик, в котором три главных персонажа. Это три котенка, коржик, карамелька и Компот. Точнее, два кота и одна кошечка. Кошечка-карамелька, два кота, коржик и Компот. Я решила изобразить Компота. Он самый толстенький из трех котят. Соответственно, в мультике нет три персонажа. Их-то много. Естественно, папа и мама этих котят. И их преданные дороги.